Бюджет города рассмотрен и принят на внеочередной сессии городского собрания Сочи. Его отличие от 2016 года в том, что он утверждается с перспективой на три года до 2019. Из чего он складывается? Это порядка 10 миллиардов рублей в год. Собственные доходы 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Остальные средства субсидий или субвенции из края. Проведены публичные слушания. Получено положительное заключение контрольной счетной палаты. Бюджет вызвал, надо сказать, что бюджет вызвал интерес у жителей нашего города. Мы получали и письменные запросы, и по электронной почте. И наши избиратели очень интересовались с бюджетом. Общественность бюджета. Бюджет, данный бюджет был рассмотрен и на общественной палате города Сочи. Бюджет депутаты называют сбалансированным, бездефицитным и социально ориентированным. В новом году больше средств из городской казны пойдет на социальные и городские нужды. Это 60% всего бюджета. У нас увеличивается процент средств, которые направляются на социальные нужды, то есть на социализацию нашего бюджета. Если было в прошлом году, у нас 57%, сейчас 60%. А если сказать о защищенных статьях, которые из бюджета финансируются, то их составляет где-то около 74%. Что такое защищенные статьи? Это вопрос выплаты заработной платы, это всевозможные коммунальные услуги всех наших муниципальных учреждений, это школьное питание, это участие наше обязательно. Сегодня рассматривался вопрос в государственных программах Краснодарского края и Российской Федерации, которые мы получаем на строительство детских садов, школ и других. То есть вот этот процент увеличивается у нас для того, чтобы вопросы, которые касаются жизни наших горожан, они решались и в плановом порядке, но более стабильно и устойчиво. Городской бюджет сформирован на основании прогноза социально-экономического развития города. Как раз сегодня народные избранники утвердили индикативный план социально-экономического развития. И также на ближайшие три года. Депутаты проголосовали еще за то, чтобы передать в краевую собственность систему видеокамер на трассах. Они были установлены в предолимпийский период. И тогда была одна система финансирования, теперь будет другая. Для их обслуживания создадут специальные госучреждения.